Действующие ограничения по коронавирусу продлены до 30 апреля. В соответствующие изменения подготовлены указ губернатора о режиме повышенной готовности. Глава области Сергей Морозов сообщил о продлении ограничений на штабе по борьбе с коронавирусом. Перчаточно-масочный режим сохраняется. Контроль за действующими мерами ужесточат. В указе прописана необходимость создания единой санитарно-эпидемиологической службы в учреждениях Ульяновской области. Особое внимание уделено реабилитации переболевших ковидом и внедрению новых технологий в систему здравоохранения. В том числе это касается вакцинации. Минздрав обязан сделать все возможное и невозможное, чтобы к августу месяцу у нас наступил коллективный иммунитет. То есть не менее 60% населения Ульяновской области должно быть вакцинировано, пролечено, реабилитировано. Вакцинация находится на первом месте. В настоящем времени привито почти 50 тысяч человек первым компонентом вакцины. До 5 апреля в регион поступит дополнительно еще 12 тысяч доз средств борьбы с коронавирусом. Начиная с 20-х числа февраля мы находимся в такой зоне стабилизации, как уже отметил Сергей Иванович. То есть примерно месяц мы ставим в одинаковых показателях. Это где-то от 98 до 102 заболевших. Мы понимаем, что это месяц. И если вы вернетесь и посмотрите на график летнего периода, 3 месяца у нас была такая ситуация. На фоне Приволжского федерального округа Ульяновская область показывает хорошие показатели. Восьмое место по темпу прироста заболевших. Третья позиция по количеству выздоровевших. Это позволяет перепрофилировать часть ковидных госпиталей к функционированию в привычном режиме. В четырех районах возобновлена плановая диспансеризация. Вскоре к ним присоединится еще 9 муниципалитетов. Тем не менее, ковидные госпитали продолжают работать. Было сегодня уже отлучено 1609 койк. И да, действительно, 31% этих койк на сегодняшний день свободны. У нас есть планы по возвращению к оказанию плановой помощи. Мы двигаемся по ним с опережением. Тем не менее, будем смотреть сейчас на то, как будет разворачиваться ситуация. Резерв у нас все-таки должен остаться. Отдельное внимание делили работа телемедицинского центра. На штабе принято решение по увеличению количества персонала учреждения. Егор Четов, Герман Баранов, Управда ТВ.